Я думаю, что она всегда была. В конце концов, замечательное выражение – бес попутал. Внешний враг, внешний враг. Есть известный анекдот, когда монах в пост решил яичко съесть, сбегал в курятник тайком, яичко вроде же нельзя есть, забежал в келью, положил яичко на ложку и стал на свечке это яичко нагревать себе. И тут заходит игумен и говорит, ты что творишь? Он говорит, прости, отче, это меня бес попутал. И тут раздается голос беса, говорит, не надо, не надо, я сам такое первый раз вижу. В общем, всегда люди искали внешнего врага, будь то это политический враг, там, Джо Байден, Китай, да, будь то это Путин, будь то это Украина, будь то это полиция, неважно, кто там, это жена, она тоже может быть внешним врагом, да, теща внешний враг. Ты из себя снимаешь ответственность, это все вот они виноваты. Да, так же, как в спорте, я помню, когда футболом увлекался, судья, естественно, был кто? Понятно, кто? Он виноват во всем, а не то, что твоя команда бухала накануне с другой командой. Разве США или там коррупция виновата, в том, что ты алкоголик, то, что ты грубо общаешься с своей женой, что ты не воспитываешь своих детей, что у тебя не убран подъезд, что ты не ходишь в лес гулять, там, погребы, не любишь истории своей страны, не чтишь своих родителей. Кто это? Это ж ты уже. Я могу понять там, да, как-то в воспитании что-то сказывается, ну, есть как, это понятно, какие-то водные есть, но теперь ты уже взрослый человек, мы же можем меняться, можем, но даже если тебе в конце концов не получается меняться, ты можешь пытаться это делать, но судя по тому, что люди не пытаются, а именно, именно ищут сразу внешнего врага. Я, кстати, думаю, что именно по этой причине в том числе популярны всякие бабки, гадалки, экстрасенсы, ведь человек, когда к ним приходит, он как говорит, это меня кто-то сглазил, это на меня кто-то порчу навел, а та говорит, да, на тебя кто-то порчу навел, ну, типа, ты с ума совсем сошел. Тоже внешний враг. Ну, это был бы почти рай, потому что 80 процентов. Было бы 100, просто был бы рай. Если люди бы, каждый бы стремился бы сам себя исправлять, как Христос говорил, врач, исцели себя сам. В конце концов, святость, это именно и есть, когда ты видишь проблему в себе, от нее пытаешься отгородиться и стать лучше. Я думаю, что все зависит от конкретного священника. Есть священники, которые конкретно хотят, чтобы их прихожане ответственно подходили к своей жизни. Есть священники, которым это не учат вообще. И даже по нашим церковным лавкам можно понять, учит ли священник быть ответственным человек или нет. Когда вокруг там все какие-то предметы такого религиозного культа внешнего, но ничего про реальную духовную жизнь, про, не хочу говорить слово аскетика, его никто не знает, но про некий внутренний подвиг, внутреннюю работу над собой. Да, собственно, сами священники зачастую ищут внешнего врага. Кто во всем виноват? Ну, конечно, патриарх Кирилл. Епископ виноват, благочинный виноват, прихожане виноваты, народ виноват. Все вокруг виноваты. Один ты такая, толстая звезда, сидишь с крестом на пузе, такая, значит, вот, иди похудей, Карл. Как будто это тебе, это, патриарх Кирилл приходит, и к тебе там заливает это пиво литрами, значит, и там мясо тебе там, давай, кушай. Проблема в том, что я безответственно подхожу к изучению материалов других священников-блогеров. Это, ну, я просто, правда, не знаю, на слуху или на слуху, я могу только за себя говорить. Я могу по себе сказать, что когда я ищу внешнего врага, я превращаюсь в совершенно безумного овоща, абсолютно инфантильного дебила. И когда я стараюсь брать на себя ответственность и следить за собой, и никого не трогать, да, то все как-то становится очень даже хорошо. И всем тоже становится рядом со мной хорошо. Конечно, но это быстро заканчивается, потому что мне очень не нравится состояние, когда я чуть ли уже думаю, я уже сейчас плакать начну. Типа, как грустно, и никто меня не любит. Но потом ты осознаешь неадекватность этого состояния, и все заканчивается довольно быстро. Ну вот, что не извинился, у меня совесть чиста. То есть всех, кого меня совесть укоряла, что я был несправедливым в чем-то обвинял, то я у всех прощения попросил. Мне вообще сложно жить, когда я перед кем-то виноват и не извинился. Но я думаю, что есть много людей, которых я просто не помню и не знаю, которые, конечно, виноваты, и я им хотя бы даже своим нытьем доставил какие-то неприятные минуты. Таких людей, думаю, что довольно много. Но мне кажется, если они сейчас смотрят и себя жалеют, то фу на вас. Потому что не надо себя жалеть. Куча людей сделали мне больно, и я домыслив в лучшую сторону, я понимаю, что они не хотели. А даже если хотели, давайте их пожалеем. Когда человек делает осознанное зло, он заслуживает снисхождения и грусти, он болен. Продолжение следует...